Здравствуйте все! Посмотрите, пожалуйста, на эти чудесные работы. Их выполнила Вера Анатольевна Дзюба. И когда она прислала эти работы, я поняла, что я завороженно смотрю не только на вышивку ленточками, но и вот на эти чудесные, перетекающие друг друга рамочки, которые как будто ветра что ли. Потом я посмотрела, что не только у хризантем такая рамочка, но еще и у орхидеи такая же рамочка. Потом смотрю, букет с маками и букет с розами тоже похожи между собой, тоже у них такие интересные рамочки. И вообще сочетание техник чудесное. Я задалась идеей, откуда же эти одинаковые такие в оформлении работы с таким интересным сочетанием техник могут появиться. И вдруг я поняла, что все эти схемы разработаны чудесным человеком. И первым в России дизайнером, который разрабатывает схемы для вышивки лентами, Верой Андреевной Буровой. И сегодня сюрприз. Вера Андреевна Бурова у нас в гостях. Вера Андреевна – это тот самый человек, работы которого вы могли видеть в журналах. Лена, рукоделие, вышитые картины. Диана Креатив. Диана Креатив. Вот этого чудесного медвежонка я впервые увидела в журнале, а потом долго умоляла Веру Андреевну, чтобы она, пожалуйста, привезла его с собой. Вот эти чудесные игольницы, вот этот маячок – это то, сказать, живое, что сегодня у нас есть. Опять же, смотрите, здесь тоже чудесное сочетание техник. Ленточки, мулине, разные швы, бисер. Эта техника имеет название. Вот. Об этом-то вы нам сегодня расскажете. Я расскажу вам о многом, в том числе и об этой технике. Эта техника называется ложный петчворк. Ну, здесь, в отличие от настоящего петчворка, когда мы сшиваем отдельные лоскутики, здесь у нас имитация этих лоскутиков за счет вот этих декоративных швов, которые произвольно делят ткань на разные сектора. Ну, вся прелесть здесь в том, что красиво подобрано сочетание ниток, бисера и потом уже… Да, сами швы здесь все время разные встречаются. И потом это все вышивается еще и лентами вдобавок. Ручки, да, ручки и ножки крутятся, крутятся, а не на пуговицах. Это, в общем-то, винтажная такая вещица. И чудесный воротник. Да. Ну, носик у него и глазки, они вышиты гладью. Угу. И тоже мулине. Мулине, да. Это мулине. Посмотрите, насколько выигрывает работа, когда ни одна техника, не только привычные нам ленточки, но еще какие-то другие примененные материалы в этом. Поскольку у Веры Андреевны этих работ просто тонны четыре, Вера Андреевна привезла нам фотографии, изображения своих работ. Ну, это малая толика, скажу вам честно, того, что просто не уместила бы все остальное в программу. Вот, посмотрите. Здесь тоже есть и золотая нить, да, и металлик. И бисер. Вот все, что вы видите в этой работе, вышито мулине, это вышито металлизированным мулине. Ну, и плюс ленты, и еще здесь пайетки и бисер. Причем обратите внимание, насколько простые все стишки. Очень просто сделать эту работу. Да, здесь стишки несложны. Она изыскана именно своей простотой. И какую законченность работе придает рамочка. Вот вообще, а вот здесь вот тоже очень интересное сочетание техники. Да, но здесь вообще немножко посложнее работа, потому что здесь использованы элементы. Ну, во-первых, здесь мы шьем золотой металлизированной нитью, просто крестик идет. Дальше идет мережка. Мережка. И потом, следующая окантовка, этот элемент взят из хардангера. Ну, а в центре, как апофеоз всего. Основа композиции. Да, основа композиции. Это уже маленькая вышивка лентами розочка. А еще я знаю очень интересную историю, практически сказочную. Давай расскажу. Давай расскажу. Вы знаете, ну, вообще-то я начала вшивать, ну, так просто немножечко о себе расскажу. Ну, профессионально начала разрабатывать схему с середины девяностых годов. Вот, а и была, значит, дизайнером по вышивке крестом. Где-то примерно три с половиной года назад ко мне обратились. Спросили, Вера, а вы не знаете, кто-нибудь вышивает лентами? А вы или кто-то. Я говорю, вы знаете, я первый раз вообще слышу об этой технике. Я говорю, тем более не я, не среди моих знакомых никого нет. Ну, и, конечно, после этого, я думаю, а что же это такое? Думаю, надо посмотреть. Мы поехали с мужем отдыхать в Нижний Новгород. И зашли в книжный магазин. И на мою, как говорится, беду или на мое счастье, в общем, чтобы перевернуло окончательно всю мою жизнь. Вот, я встретила, значит, нашла на книжной полке книжку Энн Кокс. Многие из вас ее знают прекрасно. И вот с этого началось мое знакомство с лентами, которое переросло вообще в такую неизлечимую болезнь, я бы сказала. Как у всех у нас, правда же? Как у нас у всех, да. И вот сейчас я просто вам покажу. Это одни из первых работ, которые были сделаны. Да не оправдывает все равно, чудесные работы. Значит, был создан дизайн сначала садовник, а потом цветочница. Ну, а потом я решила, думаю, ну что, они болтаются по свету в одиночестве. Я решила их поженить. Ну, и к тому же еще и его двух детишек посадить. Ну, вот сейчас эти вышивки, наверное, приобрели новую актуальность, потому что приближается год там или кролика, там или там кота, в общем-то. И, наверное, можно это вышить и подарить, как сувенир на следующий год. Какая колясочка здесь. Да, колясочка. Меня все время спрашивают, когда же мы дойдем до композиции. Как составлять букеты, как, что делать. Композиции могут быть простыми, более простыми, сложными. Вот одна из них. Мне очень нравится. Смотрите, скамейка. Прям чудесное место для отдыха. Плетистая розочка. Все это мы уже с вами умеем делать, потому что вот эта вот розочка, ну, можно сделать и одним движением, можно сделать такой розочкой и улиточкой, которую мы с вами назвали. А здесь вообще обвивка и просто прямые стежки. Вся эта садовая скамья сделана просто прямыми стежками. То есть это нужно иметь такой гений, фантазию, талант, чтобы вот из таких самых простых, самых обычных стежков, вот ничего из себя не представляющих, создать вот такую красоту. Так что, Вера Андреевна, браво! В общем, понимаете, вообще-то профессия дизайнера, она и предполагает, в общем-то, уметь разложить на простое. Потому что вся моя работа, она в том и заключается, чтобы сделать максимально просто сложную вещь, чтобы ее можно было тиражировать легко. Вот, например, максимально, я не знаю, как насчет максимально, я с крестом не дружу, мне не нравится, я считать не умею. А это подарок новорожденному. Тоже колясочка, ленточки. Ну, здесь, конечно, вы, это одна из первых моих работ тоже. Дело в том, что я вообще очень люблю вышивать насекомых. Просто обожаю. Обожаю бабочек, стрекоз, фантазийных стрекоз. Очень люблю вышивать крылья насекомых, значит, капроновыми лентами. Они очень красиво смотрятся. Использую часто металлизированные мулине. Особенно это для стрекоз актуально, потому что у них бывают такие зеленые, ярко-зеленые, ярко-синие туловища. Использую бисер. Это тоже одни из первых. Одни из первых моей работы. Глициния, маки и нарциссы. Но здесь очень, мне лично здесь нравится. В этих работах, я считаю, очень красивая рамка получилась. Здесь отшита латинские названия растений. Глициния, вистерия и папавер, это мак. Отшита золотым металликом. Ну и маленькие фрагменты. И тут еще даже бисер, по-моему, есть. Да, в рамочке здесь бисер вшит. Вот две работы, только две. Которые для меня, ну, просто высший пилотаж. Я, по-моему, даже не возьмусь никогда. Такое-то, на мой взгляд, очень сложно. Здесь много креста, много надо считать. И если вот здесь вот еще полукрест присутствует, можно сэкономить силы на вторую сторону крестика, то вот эта работа, Вера Андреевна, здесь какой-то есть секрет. Ну, здесь не секрет. Это работа, еще будет вторая к ней работа, скоро выйдет. Мы сделали в содружестве с дизайнером Людмилой Инякиной. Я ее очень люблю. У нее очень красивые крестиковые дизайны. И вот она сделала в таком стиле кантри. Летнюю деревню. Вышивка крестом – это ее разработка. А я сделала здесь, немножечко разбавила все это ленточками. Так простенько, очень. Простенько, очень кантри. Простенько, очень кантри. Еще будет вторая работа, зимняя. Тоже, ну, зимний пейзаж, я даже так и думаю, что он еще и поинтереснее этого. Будем ждать, я даже не представляю. Я надеюсь. Вот это моя любимая плетистая роза. Здесь тоже сочетание разных техник. Завораживает вот эти вот переливающиеся друг в друга. Здесь разные техники. Здесь и вышивка крестом. В одну нитку вышивается, конечно. Довольно быстро вышивается, но красиво. Не поверю. Быстро. Не поверю. Не, ну, поверь, поверь, быстро. А вот Валентинка. Да. Мы с вами делали совсем простенькую Валентинку. Совсем просто, которую за 20 минут можно сделать. Здесь, конечно, более изысканный орнамент и те самые капроновые ленты, про которые Вера Андреевна говорит, что любит делать ими крылышки насекомых. Крылышки насекомых, да, обожаю. Вот нарциссы. А вот то, что нам пригодится. Да, то, что нам может совсем скоро пригодиться в подготовке к Новому году. Здесь елочки. Мы с вами вышивали елочки прямыми стежками, а здесь немножко по-другому. Вот эта елка сделана петельками. И здесь еще, как называется? Ой, Вера Андреевна меня учила, а я уже забыла. Это шармик. Шармик. От слова чудесный, наверное. Вот этот вот дяденька, он называется шармик. Да. Ну, такие брусочки, которые пришиваются и украшают вышивку. А вот здесь вот тоже маленькая елочка. Она, наверное, тоже прямыми стежочками, да? Да. А вот снеговик, это просто широкая лента, которая закреплена? Ну, вы знаете, снеговика, если нет достаточно широкой ленты на всю ширину, например, в туловище, то можно сделать два стежка. Ну, вообще лучше, конечно, делать еще там подложку, еще один стежок. Как он синтепон, как мы с золотой лентой делаем. Или подложку, просто стежок дополнительный, а потом его уже закрывать вот одним стежком, если хватит ширины. Если не хватит, то два стежка. А верхняя лента поуже. Это поуже лента тоже белая. А здесь совсем наверху, совсем узкая лента. А черенок метелки сделан из... Метелка, это просто прямой стежок. Прямой стежок. Тоже лента. Нет, это не лента, это нитка. Это нитка, прямой стежок. Смотрите, запоминайте. На Новый год можно чудесный подарок сделать кому-то из своих близких. Да, да. А вот очень интересная работа. Мне очень нравится, безумно изысканная. Я бы сказала, специальное слово употребила, сепия. Это когда, допустим, фотография не черно-белая, а она красится в коричневый цвет. И вот здесь вот работа выполнена лентами и нитками разных-разных оттенков коричневого. От самого темного до белого. А вот посмотрите, этой работы у нас тоже нет, поэтому здесь фотографии. Здесь Вера Андреевна на фотографии держит в своих руках, я так понимаю, наволочку для подушки, да? Это да, это наволочка для подушки. Она была сделана более двух лет назад для моей приятельницы. Подарок на день рождения. Я бы умерла, если бы мне такое подарили. От счастья, естественно. Так, а вот еще очень красивая работа с тем же самым смешением техник. Это сакура вдали деревни с деревьями и пчелками. Ну да, здесь такая гладь, ну такая самая простая гладь прямыми стежками. Мне хотелось бы вам еще немножко вас образовать, рассказать. Так, давайте, это очень интересно. У нас есть прекрасные вышивающицы и даже дизайнеры, я бы сказала, потому что, ну, они создают свои дизайны, вот, и одним из таких дизайнеров является Валентина Розенкова, вот. И я всем советую вообще посмотреть ее сайт, у нее есть страничка на фейсбуке, вот. Ну, отчасти, отчасти эта работа была, конечно, навеяна ее работами, потому что я ее просто обожаю. Как сказала Валентина Розенкова, и совершенно правильно, я поддерживаю ее, что вышивка лентами, она не позволяет создать перспективу. То есть это только передний план всегда. И вот эту перспективу можно создать за счет того, что мы вышиваем дополнительно в других техниках какие-то куски, ну, какие-то фрагменты, пейзажи, и таким образом получается законченная композиция. А вот здесь вот частично используются цветы, которые нашиты поверху, да, фиалки? Нет, тоже вышивка. Нет, здесь это все вышивка, я вообще не делаю. Пришивная техника, в общем-то, используется только вот вот здесь вот пришивные элементы. Уже я угадаю, серединки роз. Мы с вами так умеем делать. Сердцевина роз, да, скрученные, да, кстати. А это все вышивка. Это все вышивка. Так, я обещаю разузнать секрет этого, Вера Андреевна, и потом вам расскажу. Потом. Как цветной горошек вышивается. Ну, это мы потом с вами поговорим. Да, поговорим. Поговорим. Вот это вот называется медуница. Медуница. Очень просто и очень изысканно. Лучки медуницы. Мне тоже очень нравится. У вас есть любимые работы? Как вы знаете, не пробую сказать. Как дети, все любимые. Нет, нет, дело не в этом. Я не знаю, я не буду себе оригинальной, наверное. Но это происходит так. Когда делаешь работу, за нее болеешь, переживаешь. Как только ее сделаешь, она уходит. И все, у меня своя жизнь. А у меня другие работы, и все. А то уже оно отдельно от меня существует. Ну, а что-то помнится? Ну, вот, например, помнится вот это. А он у вас на диване сидит, я знаю, дома. Ну, вот это да. Это, конечно, да. Но вообще, я скажу, что, ну, так открою секрет, что я в последнее время, в общем-то, отхожу от традиционной вышивки лентами. Просто, ну, типа, вот, например, вот на этом букете просто идет вышивка, и все. Меня больше стали интересовать, значит, игрушки. Вот сейчас при всех, при свидетелях, я прошу Веру, чтобы у нее не было возможности отказаться. Я прошу Веру Андреевну провести для нас мастер-класс. Конечно, такой мастер, такого класса, как вы. Конечно, жалко, это как из пушки по воробьям стрелять. Ну, жалко использовать человека с такими знаниями и опытом. Но мы же тоже хотим научиться. Вот, например, я несколько раз показывала принты, и показывала вышивку по принту. Ну, показывала просто картинки. А Веру Андреевну мы можем попросить, показать, как это делается. Высший пилотаж. Ну, вот, например, здесь вышивка крестиком волоса. А ведь это можно сделать лентами. А ведь об этом можно попросить Веру Андреевну нитками. Ага, нитками. Значит, будем готовить нитки. Мулины. Мулины. Будем готовить. Итак, разговаривать с Верандреевной можно бесконечно. Работы безупречные, восхитительные. У меня не хватает превосходных степеней. Просто чудесные. Мы будем ждать вас еще раз, Вера Андреевна. С удовольствием, конечно. Приходите к нам. Вот такие образцы для нас. Мы их запомним. Мы их воспроизведем, может быть, даже. Хорошо. Хорошо. Договорились. Все. Вы запомнили. Это чудесная новость. Это замечательно. Хорошо. А на сегодня, пожалуй, все. Ну, да. Спасибо огромное, Вере Андреевне. Ну, и вам спасибо большое, что пригласили. Обязательно. Не последний раз, надеюсь. Я тоже думаю. Всем до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok